Всем привет! У меня для вас сегодня хорошие новости, связанные с Web3 и LFT. Это не те новости, когда нас радует CoinMarketUp своими АТХ. Сегодня хотел бы познакомить вас с проектом Winmin3, проект, который, я надеюсь, изменит парадилму в такой нишевой отрасли, в которой сейчас лидируют ARB и Booking, а это касается недвижимости. И, естественно, почему этот проект вызвал интерес и почему хочется про него рассказать. Первое, потому что это проект из уже эры Web3 и, естественно, в проекте участвуют, фигурируют, доминируют, я не знаю, сейчас подскажут. Non-Fungible Booking, NFT. Мне вот просто вот очень уже, так сказать, подгорает, рассказывать про такие проекты, где NFT — это не JPEG, который флипается на OpenSea, где нет крипто-твиттера, Community, которые строят roadmap, Metaverse, дальше. Вот NFT действительно, как я еще раз говорю, что и утверждаю, что NFT — это инструмент. Итак, прошу любить и жаловать SEO проекта Максим Измайлов и CTO проекта Константин Смирнов. Ребята, добрый день, доброе утро. Привет, привет, Алекс. Очень приятно с тобой увидеться в режиме онлайн. Я уже такой небольшой интро дал проект из Web3, это часть Web3, и в проекте отведена такая существенная роль Non-Fungible Token, NFT. Не могли бы вы это рассказать, не углубляясь в детали, а смысл, что делает ваш проект, какую он проблему решает или в чем инновация? Да, проект, на самом деле мы над ним работаем уже несколько лет, с 2017 года, и что он решает? Ну, вообще, просто применяют принципы Web3, или тогда мы называли это просто, там, крипто или блокчейн, применяется ЭТОС, который заложил в эти все дела Сатоши Накамото, да, то есть смысл какой? Есть какая-то централизованная индустрия, кто-то что-то, ну, несколько игроков все контролирует, так, понятное дело было с долларом, до сих пор есть, и поэтому был создан биткоин, просто справка для тех, кто не в курсе. Надеюсь, что на этом, в этом эфире все в курсе. И, опять-таки, мы просто применяем этот принцип к индустрии туризма, очень мало людей, на самом деле, знают или понимают, что каждый раз, когда они покупают билет на любом, на самом деле, отельном сайте, мы работаем в основном. Или, на самом деле, контекст наш в основном исходит из западной индустрии, то есть мы знаем очень много о букинге, экспиде и всех остальных сайтах, которые западный человек использует для того, чтобы забукать отель или авиабилет. То есть про это мы знаем много, наши на просторах, так скажем, бывшего СНГ, это работает по тем же самым принципам, на самом деле, на основе тех же самых технологий, но смысл, понятное дело в том, что существует очень небольшое число посредников, которые закладывают в финальную сумму очень неплохую комиссию. То есть комиссия доходит до 20-30%, иногда, в некоторых случаях, может быть, больше. И действительно, никаких других вариантов, кроме того, как работать с этими посредниками, просто нет. То есть если ты отель, ты обязан просто с этими ребятами работать, иначе тебя не будет видно нигде. И если ты турагентство какое-то, ты тоже работаешь с этими ребятами, потому что взять и получить каким-то образом контент, как мы называем это, от 500 тысяч отелей, которые существуют в мире, как говорят, просто невозможно. То есть ты сам не будешь с ними коннектиться каждый раз, каждый раз, подключай один отель. Вот очень простой смысл, на самом деле, который рассказан был, я понимаю, очень многими словами, слишком многими. Может, Костя что-то добавил. Я еще хочу сказать, что поскольку все вот эти сервисы, которые мы знаем, они централизованы, у них есть возможность манипулировать ценой, у них есть возможность вытягивать из отелей, авиакомпаний и прочих компаний, где что-то продается, они вытягивают рекламные бюджеты, которые могли бы пойти на совершенно другие полезные вещи, например, на улучшение сервиса в том же отеле. Но вместо этого отель должен вкладывать в рекламу, повышать свой статус в выдаче, чтобы больше продавать. Вот. Кроме того, здесь мы еще сталкиваемся с тем, что централизованные сервисы очень легко могут цензурировать контент. Если по какой-либо причине ты стал неугоден, они могут тебя просто выкинуть из выдачи, и все, и твой бизнес накрывается медным тазом. Это проблема, на самом деле, ну, то есть, понятное дело, со всеми централизованными сервисами происходит. Я недавно читал статью какую-то про Shopify, которая, ну, просто там банит людей ни за что, ни про что, не объясняя, никто ничему не должен объяснять, понятное дело. То есть, это прописано в договоре, который ты не глядя, там, кликаешь. Да, конечно, я согласен. Конечно, я хочу, вот прямо сейчас. Окей. Ребята, значит, в чем же идея вашего проекта, и что же вы делаете? Идея очень простая. Да, ну, то есть, на самом деле, опять-таки, применяя принципы Web3, как их применять? Понятное дело, разрабатывая какие-то смарт-контракты, делая все это, используя, там, криптовалюты и так далее. Да, смысл в том, что есть программа, тот же сам смарт-контракт, которая лежит на блокчейне. Мы с Костей ее пишем, мы ее туда кладем, но мы ее не контролируем. Алгоритм виден всем, как это все работает, принципы работы ясны всем. Люди приходят, видят, что все прозрачно, все открыто, и что Костя и я, что мы не тираны, которые потом придут и скажут, ой, мне не нравится ваше лицо, давайте-ка вы не будете на этой платформе нашей, которую мы сделали. То есть, такого произойти просто не может, да, то есть, все правила открыты для всех. И, на самом деле, конкретно в туризме, мы называем это travel, решается очень много проблем, вот используя технологии смарт-контрактов, куча проблем просто решаются, проблемы с оплатой. На самом деле, смарт-контракты – это удивительная технология. Объясню на примере. Я недавно пытался забронировать себе билет на самолет, захожу на сайт компании, у меня там есть логин, у меня есть пароль, все дела, я захожу на сайт компании, делаю там какой-то поиск, мне выходят результаты, я нажимаю все, забронировать, забронировать, и мне потом вскакивает окошко какое-то, что типа, о, так, ваш платеж прошел успешно, потом еще одно окошко, ой, что-то была проблема какая-то с платежом, ну, вроде вот какое-то это зеленое, хорошее окошко победило, я думаю, ну, все, классно. Я захожу потом на следующий день в свой имейл, а где имейл? Ага, не могу найти имейл, думаю, ничего себе, ну, что-то не прошло, что ли, захожу на сайт компании, захожу там своей резервации, нет резервации. Думаю, ничего себе, захожу, вплатью в банк свой, транзакция есть, транзакция прошла, то есть деньги у меня были заплачены, но билета у меня нет. Я пишу в поддержку, там, в какой-то чат, мне говорят, добро пожаловать, вы номер 748 в очереди, ну, короче, я сейчас жду этого чата просто дурацкого. И вот эта вот проблема, о которой я хочу сказать, проблема заключается в том, что у вас всегда, ну, вот в любом, на самом деле, не только в туризме, в любом магазине и так далее, да, то есть выпуск билета на самолет и платеж, они лежат совершенно в двух разных системах. Это две разные системы, между этими системами сидит человек, поэтому, когда нам нужно потом делать или отмену, или, там, изменение билета и так далее, нам нужно звонить этому человеку, потому что он должен делать изменения в двух системах одновременно. И то есть что произошло в моем конкретном случае? Платеж в одной системе прошел, а билет не был выпущен, да, то есть, ну, какая-то произошла ошибка вот между, да, в этой автоматической какой-то системе. А в смарт-контрактах вот эти две разные, вроде бы, два разных этих мира, они объединены в один, то есть выпуск билета и платеж – это одна и та же транзакция на блокчейн, смарт-контракт. И, то есть, не может быть такой ситуации, что раз билет тебе дали, а ты не заплатил, или ты заплатил, но билет тебе не дали. Такого просто не может быть. И вот просто вот такая инновация, такая новая штука, я думаю, что уберет 80% просто в стоимости того, что сейчас мы все платим, ну, то есть, мы все платим за этот кастомер-саппорт, который там сидит, этот чувак, ну, просто он тоже сам весь в шоке от того, как это все работает, скорее всего. Вот. И, понятное дело, вот этот билет, который потом выпускается, это NFT. Почему это NFT? Опять-таки, я думаю, что многие, кто это будет... Нам интересно. Почему же NFT? Для чего NFT нам нужен здесь для того, чтобы токенизировать эти билеты? Что такое токенизировать, люди скажут, опять-таки. Что это значит? Токенизировали что-то там. Это означает, что все эти билеты, будь то билет на самолет, резервация в отеле, это может быть, на самом деле, все, что угодно. То есть, все, наверное, мы знаем, опять-таки, что такое NFT, non-fungible токен. То есть, это токен, который представляет какой-то уникальный, какие-то уникальные данные. Опять-таки, эти уникальные данные, это может быть реально все, что угодно. А может, запись нашего вот видео или аудио, да, это тоже может быть NFT. А в нашем конкретном случае, опять-таки, эти уникальные данные, которые этот токен несет в себе, это резервация в отеле, то есть, это имя, название отеля, даты и так далее. Или билет на самолет, то же самое. Даты какие-то, рейсы, авиакомпания и так далее, и так далее. Почему это NFT? Что нам NFT дает? NFT дает вот этот токен. То, что я теперь могу этот токен взять и очень легко стандартизированным образом передать его Косте. Я забронировал билет в отель, я передаю его Косте, вообще не заморачиваясь. Костя знает, что этот NFT, он действительно был выпущен этим отелем, что я его не сгенерировал сам, что я его не придумал. То есть, я его передаю Косте и все, все все открыто. На самом деле, возможностей, кроме вот такой простой передачи, их гораздо больше. Поскольку NFT токен представляет механизмы проверки собственности, владения этим токеном, его очень легко использовать в различных системах лояльности. Значит, это не какая-то запись где-то в базе данных у какого-то централизованного провайдера, у которого сервер может накрыться. NFT токен, каждая твоя поездка, каждый твой забронированный отель, он только твой, и ты можешь у себя это в своем кошельке аккумулировать, и впоследствии, когда ты выполняешь очередную покупку, вся эта информация может быть использована для предоставления тебе скидок, например. Или ты можешь просто в смежных отраслях, ты можешь получать какие-то дополнительные услуги, благодаря тому, что ты пользуешься, что ты можешь доказать, что ты пользователь конкретного сервиса. У тебя есть его токены. И на самом деле дальше эту тему можно развивать в различных плоскостях, потому что эти токены, они не обязательно должны быть статичны. Они могут быть динамичны, в них может быть заложена сложная логика. Но я хочу не только об этом поговорить, я хочу пару слов добавить о том протоколе, который мы разрабатываем. Потому что как бы не все сходится на NFT. Мы еще должны подумать о тех данных, которые есть у владельца отеля, которые, собственно говоря, позволяют ему создавать свой бизнес. Наш протокол дает возможность владельцам отеля владеть своими данными в полной мере. Не размещать информацию на чужих серверах и думать о том, что она будет достоверна, что она будет в целостности находиться. В нашем протоколе данные владельца отеля находятся в его полном управлении. Он в любой момент может взять свои данные, переехать в другую страну. Это может быть не отель, это может быть просто любой бизнес. Он может взять свои данные, переехать в другую страну и продолжить свой бизнес из другой страны, просто имея подключение к интернету и к блокчейн соответственно. А профиль тоже будет NFT? Профиль какой? Профиль отеля, да, чтобы можно было взять как NFT. Я продаю тебе мой отель, опа, все, давай мне там сколько-то денег. И ты теперь владелец этого отеля. Почему нет? Я думаю, что это такой юзкейс тоже может быть. Ну, юзкейс такой может быть. Сейчас все немножко проще. Это просто уникальный идентификатор, которым владеет владелец отеля. И он размещен в реестре, который выполнен с помощью смарт-контракта. То есть это по сути такой же NFT, только чуть-чуть другой. Это NFT, просто здесь мы не следовали стандарту NFT для большей гибкости системы. Я хотел просто сказать, что вот ты вкратце упомянул, что процесс как бы аутентификации какого-то билета, да, что ты купил опять-таки или билет на самолет, или в отеле что-то, да. Я недавно читал, не фанат футбола вообще, кто-то мне показывал статью о том, что какой-то матч, не знаю, где-то в Англии, то ли лига чемпионов. То есть я реально не знаю. Но факт в том, что матч был задержан на час или там как-то на пару часов, потому что полиции пришлось применять слезоточивый газ, потому что у там, не знаю, большого очень количества фанатов, которые пришли на матч, были поддельные билеты. То есть реально это решается вот так вот, а то есть ты видишь сразу, что это не поддельный билет, и там у тебя не может быть. Окей, ребят, да, давайте вот у меня, как у вашего юзера, есть несколько вопросов. Значит, я вижу ваш олендинг, да, где я могу все это сделать, вот. И я как пользователь, я понимаю, я вот, к примеру, значит, вы уже, как я вижу, тестировали ваш сервис на... Был ивент в Амстердаме, в Барсионе, сейчас будет в Париже, да? Или наоборот. Да, да, да. Вот я выбираю, вот я вот захожу. У вас есть список, где я могу остановиться в Париже. Да. У вас есть цена, вот, значит, я подключаю Метамаст, оплачиваю в XDAI, вот. Что происходит дальше? Что происходит дальше, и потом, что я буду делать с NFT этим, как мне его показать в Астинице? Да, 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 то есть, что происходит, вот, как я и сказал, что в той же самой транзакции отправления XDAI, это та же самая транзакция, которая выдает тебе, генерирует вот эту твою уникальную NFT, в которую ты закладываешь уже сам эти даты, которые ты выбрал на сайте, название отеля, название конкретной комнаты и так далее, да? То есть, вот тебе генерируется такая твоя уникальная NFT, которая присылается на твой адрес, скажем так, для простоты, и потом ты с этой NFT-шкой в своем кошельке приходишь в отель и показываешь им QR-код, они это сканируют, проверяют, что действительно тот NFT, который лежит на этом QR-коде, он, ты им владеешь, ты его владелец, то есть, на самом деле, QR-код, он там с подписью, да, то есть, это не просто, я не знаю, что там ID-токены, которые лежат на блокчейне, нет, ты действительно подтверждаешь, что вот он я, вот я подписал вам, что я владелец этого токена, они это все проверяют, посылают транзакцию еще одну на блокчейне, и все, ты заходишь в свой отель. На самом деле, процесс этот, оптимизация здесь на стольких уровнях, то есть, вот с NFT, мы говорим с отелями, пример такой, в Амстердаме мы говорили с этим отелем, ну, делая дизайн нашей системы, мы им говорим, ребят, вам, вообще, вам имя-то человека, который к вам в отель приходит, ну, зачем я его заполняю? Потому что, ну, когда ты бронируешь отель, обычно ты заполняешь имя, адрес, я не знаю, как бабушку твою звали, это все, да, мы им говорим, зачем вам это все нужно, вам вообще, ну, какая разница, я могу написать Джон, причем ты можешь написать Джон Смит, мы им говорим, вам это вообще, зачем нужно-то, они говорят, ну, просто, чтобы в списке найти резервацию, все, больше не нужно, нам не нужно ваше имя. Все, снимается вопрос GDPR, да, то есть, в Европе, если ты хранишь любые персональные данные какие-то, ты все, ты на крючке, да, то есть, тебе нужна отдельная система, которая защищена, которая там прошла все эти проверки, то есть, поэтому, конечно, эти централизованные серверы, они, сервисы, они все это вот таким образом тоже продают, что у них все защищено, GDPR и так далее, но на самом деле, и эта информация им совершенно не нужна. Имя не нужно, они нам говорят, имя нужно только для того, чтобы вас найти в списке. Мы такие, ну, я могу вам просто сказать 35, вот и все, ну, вот я в списке, так, адрес вам зачем нужен, зачем я заполняю свой адрес, когда я бронирую отель? Они говорят, ну, тоже не надо, нам это просто нужно, ну, для проверки вашего, да, там, платежа, допустим, по кредитной карте, когда ты все это заполняешь. То есть, ничего это не надо. Если ты попробуешь вот на сайте win.paris забронировать сейчас что-то, там процесс очень простой, вот, типа, вот список отелей, какой хочешь, ага, нажимай, подписывай транзакцию, все, у тебя резервация есть. Ты приходишь в отель, понятное дело, в разных странах могут быть разные законы какие-то в плане того, что, ага, и когда ты, там, заходишь в отель, ты обязан предъявить какой-то документ, они присылают эту информацию куда-то, там, свою туристическую полицию или что-то. Ну, это делается уже все в отеле, да, то есть твоя информация не хранится на, там, десяти серверах, посредников и так далее, и так далее, да. Вот этот процесс, процесс букинга оптимизирован, на самом деле он занимает минимальное количество времени. Я не видел никогда, я сам был в шоке, когда мы все это делали, и когда мы сами, там, для себя тоже бронировали что-то в Амстердаме, я такой клик-клик-клик, супер, все. Все, приходишь в отель, да, показываешь просто QR-код, они его сканируют, все, больше, больше ничего не нужно. А, опять-таки, могут, могут спросить тебя паспорт или что-то такое, но это уже их проблемы. Да, а вот тут, вот у меня вопрос, как они проверяют QR-код, то есть я, там, условно могу, если все трудно, если этот NFT на блокчейне, в принципе, я же его могу, найти, посмотреть и сделать скриншот, я им не владею, но я же могу, что-то мне... Да, я же только что сказал, вот Костя знает, Костя это все делал. Дело в том, что то, что ты можешь найти на блокчейне, это всего лишь идентификатор этого токена, но для того, чтобы подтвердить свое владение, ты должен какую-то информацию определенную, значит, криптографическим образом подписать, используя свой приватный ключ, своего кошелька, твоего кошелька, в котором хранится этот NFT. То есть ты выполняешь эту криптографическую операцию, подписываешь данные, которые тебе предоставляет сервис. Например, он генерирует какой-то нонс или какую-то строку и говорит, подпиши ее своим криптографическим ключом, приватным, который только у тебя, который ты никому никогда не передаешь. Ты подписал, и существуют очень простые способы проверки этой подписи. Если проверка этой подписи прошла, то ты доказал владение своим NFT-токеном. Костя с технической стороны это все объясняет, но выглядит это для пользователя таким образом. То есть ты для того, чтобы показать им этот QR-код, у тебя его еще нет. То есть у тебя есть это NFT отельное, ты приходишь в отель, заходишь в свой кошелек, нажимаешь сгенерировать QR-код, и в этот момент этот QR-код генерируется, который подтверждает, что ты владелец вот этого NFT-токена. То есть не владелец не сможет сгенерировать этот QR-код. Если ты этим токеном не владеешь, то ты эту подпись просто не подделаешь. На самом деле это... Ребята, у меня вот сейчас, у меня просто вопрос. Вот у меня там, например, есть там Метамаск или Трасти Волит. Я могу с этим Волитом произвести все эти операции? Потому что вы сейчас чуть-чуть дали технического такого описания. Я не уверен, что все, кто нас будет смотреть и слушать, все эти... Я же говорю, с точки зрения пользователя, как это выглядит. Я пришел в отель, я знаю, что у меня в кошельке есть это NFT, ну, то есть, понятное дело, я должен соображать, где это NFT лежит, каким кошельком я это все покупал. То есть я прихожу с этим кошельком, он может быть у меня в Метамаске, или я могу что сделать? Я могу, на самом деле, дома на компе сгенерировать этот QR-код и прийти с этим QR-кодом и просто его показать на телефоне, да? То есть это элементарная операция, которая делается из кошелька на нашем сайте. То есть что ты делаешь? Ты заходишь на наш сайт, винсо, винперис, win.барселона, тебе говорят, ага, ты хочешь зачекиниться? Вот нажми сюда. Ты нажимаешь сюда, это QR-код, опять-таки, который только ты можешь сгенерировать, никто другой. Да, они видят, что у тебя в кошельке есть этот токен, но они не могут его подделать. Они не могут подделать твою сфоровую. Теперь понятно, теперь понятно. То есть тут мой веб-3 валет взаимодействует с вашим лендингом, то есть вот он, веб-3, здесь находится. Здесь же он сразу генерируется QR, и QR, то есть все, он генерировался, сделал скриншот, все показал меня пустынинг. На самом деле система гибкая, и данная процедура может выполняться в обе стороны. Этот QR-код может быть сгенерирован не клиентом, а самим отелем, а клиент с помощью дабки, веб-приложения, он сканирует этот QR-код и выполняет транзакцию. Ну, то есть это почти то же самое, только наоборот. Все равно в рамках этой всей процедуры происходит установление подлинности владения. Не только подлинности владения, а еще подлинности того, что ты пришел в правильный отель. То есть неправильный отель не сможет тебя зафиксировать. Конечно, конечно. Здесь, на самом деле, операция подтверждения со стороны пользователя и со стороны отеля, который выпустил вот этот вот токен. Вот, собственно. Я бы хотел... Я думаю, что слишком технические уже детали. Я просто технический человек, и хочу предложить поговорить еще немножко о нашем протоколе, который среди прочих компонентов еще и содержит инструменты для выполнения, для управления всем протоколом. Я говорю о DAO, потому что поскольку наш протокол, он своей основной частью, ядром базируется на блокчейне, то все механизмы по настройке, по решению различных конфликтных ситуаций, вопросы по улучшению, изменению, они все, значит, могут быть решены и будут решаться с помощью голосований участников DAO этого протокола. Никакие другие централизованные системы не дают пользователям возможность участвовать в бизнесе на таком уровне, влиять на решение, на то, как протокол этот будет развиваться, какие у него появятся новые возможности. И раз уж я еще упомянул о решении конфликтных каких-то ситуаций, допустим, ну какие могут быть конфликтные ситуации, пользователь отеля недоволен сервисом. Отель недоволен своим клиентом, он испортил им номер. Курит в номере. Курит в номере, да. На подобные ситуации в нашем протоколе могут создаваться так называемые диспуты, которые разрешаются также децентрализованным судейством. Значит, в данное время мы, значит, говорим о сторонних системах, подобных к Лерусу, вот, но по мере развития протокола у него появится своя собственная система разрешения диспутов. Вот, и это очень серьезный фактор, который влияет на доверие клиентов к протоколу и доверие тех людей, которые строят на нем бизнес к протоколу. Поскольку они уверены, что при возникновении конфликтных ситуаций они могут быть решены максимально справедливым путем. Вот. Может быть, Максим еще скажет о том, об одной проблеме, которая, может быть, или не лежит на поверхности, но которая действительно является головной болью централизованных сервисов. Я имею в виду, это так называемые ревью, которые оставляют пользователи после посещения, например, отеля. Ну, мы же все выбираем вукинг, мы же читаем, смотрим звездочки, сколько такая оценка. Да, таким образом мы можем сказать, что эти отчеты не являются фейковыми. На самом деле, да, в туризме это одна из очень-очень серьезных проблем. Они постоянно говорят на всех конференциях, куда я езжу. То есть это действительно, ну, все там люди, которые, мои друзья, которые работают в отелях, для них огромная проблема. Потому что ты не знаешь, у тебя там, я не знаю, где в гугле или где-то еще, какой-то левый чувак оставляет, не знаю, отзыв. Ну, ты понимаешь, что, ну, не знаю, с соседнего отеля какой-то чувак. Или кто-то им оставляет позитивный отзыв, накручивая там эти рейтинги все. Ну, а почему они сами этого не знают? Даже чаще такое происходит. Конечно. То есть они платят централизованному сервису и генерируют какие-то якобы положительные отзывы, что влияет на… Ботофермы, да, там… Да, да, да. То есть в нашей системе, ну, это, я думаю, что… Не думаю, это план на будущее сейчас, этого пока что еще нет. Но смысл в том, что без вот этого NFT от отеля ты не можешь оставить имонзер просто так. Круто. И вот это просто проблема, опять-таки, здесь такая цепочка. Что такое NFT на самом деле, да? Очень классную статью я читал недавно, где чувак, опять-таки, ну, очень долго и очень интересно рассказывает простой принцип, простой смысл, да? Что… Про кого он рассказывал? Про Матисса или что-то такое, да? Что у него есть, типа, у него есть рисунки, у него есть эти принты. И некоторые подписаны, некоторые не подписаны. Какой рисунок стоит дороже? Конечно, с подписью. Конечно, с аутентифицированным каким-то вот этим идентификатором уникальным, да, вот этого конкретного художника. Что такое NFT? Один из важнейших механизмов этого вот подтверждения, такая аутентикация, вот цифровая подпись, которая подтверждает то, откуда пришло вот что-то, вот это уникальное что-то, которое ты держишь в руках. Опять-таки, билет на самолет, отель, картинку какую-то. NFT – это вот один из механизмов подтверждения, откуда это пришло. И здесь, опять-таки, отель – это NFT. Билет, ну, я не знаю, что резервация в отеле – это NFT. Есть подтверждение того, что я подписал этот отель. Потом этот отзыв, который я оставляю, он с помощью того же самого NFT, с помощью вот этой вот цепочки. Потому что видно на блокчейне, конечно, что я получил это NFT, я потом оставляю этот отзыв. Или я передал его Косте, и Костя, на самом деле, был тот человек, который потом пришел, приехал в отель, там остановился, там провел какое-то время, и Костя потом оставляет этот отзыв. Не я, который купил, который сделал эту резервацию, да? Потому что, ну, представь, а такое бывает постоянно, да, что я забронировал себе или там коллеге отель где-то, теперь я могу оставлять отзыв, я там не был. То есть вот такая вот глупость. Очень, прям, вот как я сказал, на стольких уровнях оптимизируются все эти процессы. И это пример просто из, понятное дело, из туризма. Это все применимо к разным другим областям человеческого существования. Круто, круто. Окей, ребят, тогда давайте сейчас чуть-чуть свернем в эту сторону. Значит, сколько уже кейсов реализовано, ну, если можно какую-то информацию раскрыть, вот, значит, была уже Барселона, сейчас будет Париж, вот. Можете, как бы, ну, раскрыть, насколько это возможно, ваш таймлайн, то есть, какая у вас, какой у вас таргет к концу года, какой у вас таргет к следующему году, потом открыты ли вы к инвестициям, то есть, если вам придет визитом с предложением масштабироваться, вот, ну, вот такие вот по глобальным планам, так, если можно, чуть-чуть. Глобальные планы. Планов у нас громадье, то есть у нас на нескольких направлениях идет сейчас вот процесс, я бы даже сказал процесс обучения, это даже не процесс онбординга клиентов, получения клиентов, а процесс обучения, то есть одна из самых больших проблем, с которой мы сталкиваемся, это как раз вот то, что люди не понимают, то есть мы приходим к ним, нам осторожно очень приходится им это объяснять, потому что если ты скажешь слово блокчейн, или что такое, то люди сразу, ой, все, скам, так, это биткоин, это вот эти качели и так далее, и так далее, да? Люди действительно не понимают потенциала этой технологии, и то есть мы над этим работаем уже несколько лет, мы не спекулянты, если вы спекулянты, ребята, все нормально, мы не критикуем, но мы просто по-другому к этому подходим, да? То есть мы реально используем эту технологию для создания чего-то, что в реальной жизни, не в метавселенной улучшает жизнь людей. И опять-таки это улучшает на стольких уровнях, я был недавно в Исландии, рассказывал, ну, учил людей технологии, объяснял, опять-таки не понимает вообще, я спрашиваю всех постоянно, у вас есть криптовалюта? Это мой первый вопрос. Я был на этой конференции, сколько-то было, ну, может, 150 человек там было, 10, может, подняли руки. Я говорю, ну, а вы владеете своими приватными ключами? Одна рука поднялась из этих десяти, то есть у всех крипта там на какой-то, на... То есть люди даже не сделали первый шаг, для того, чтобы это понять. Я говорю другой пример, я говорю с журналисткой, которая освещает, то есть ее задача в контексте тревела, в контексте туризма освещать технологии. То есть вот она про эти технологии пишет уже годами просто, я не знаю, сколько там, 10 лет. Ее только же сделали главным редактором одного из крупнейших там изданий, которые пишут про все эти дела. Она про нас пишет уже, ну, вот, года четыре. Я спросил пару месяцев назад, а у вас есть крипто-кошелек? Нет. Человек не сделал первый шаг, чтобы просто начать понимать вот эти вот все дела. Я думаю, что создание просто кошелька, вот этот вот процесс понимания, что такое, ну, приватный ключ и так далее, он тебя заставляет задумываться об очень многом. И, короче, вот это мы делаем. Извини, я скачу по разным темам. Так вот, я в Исландии. Буквально там пара человек, причем какая-то девочка была, которая там, да, я приватные ключи, yes. Так вот, и я спрашиваю, значит, рассказываю про эти все эти, технологии, людям это рассказываю, и делаю свой ресерч. Я там, я, значит, пытаюсь понять, как бы, как вот эти вот наши все дела могут им помочь. Исландия одна из, ну, она в топе стран, которые зависят от туризма, мне кажется, на треть. То есть, GDP Исландии, он там несколько до ковида был 20 миллиардов долларов или 21, или как так. Треть вот этого дохода, который страна получает, это туризм. Теперь представь, что 10, 15, 20 процентов вот этого дохода уходит куда-то в какую-то компанию, которая, значит, организована в Ирландии. Для чего? Чтобы не платить налоги или в каком-то еще офшоре. Ну, то есть, мы все знаем, как все эти большие корпорации это делают, как Apple не платит чуть ли вообще никаких налогов, все эти Амазоны, Jeff Bezos и так далее. Да, то есть, несколько миллиардов долларов или там больше, чем миллиард долларов в год уходят вот из этой страны просто к какому-то дяде непонятно где, который с этого не платит чуть ли не никаких налогов вообще. Этот миллиард долларов Исландия могла бы потратить, то есть, у них вообще все машины могли бы ездить на водороде, солнечная энергия везде и так далее. На самом деле, у них в плане энергии, в плане там renewables все классно, у них чуть ли не бесплатная энергия. Интересный факт, что им для того, чтобы дома воду использовать, ее нужно не нагревать, а остужать, потому что она слишком горячая из земли идет. Да, там ездили. Все-таки пропланы, пропланы. Планы, планы. Планы работать с этими странами, планы этих людей обучать, план поработать. Опять-таки, я сказал, у нас несколько есть вариантов организаций, с которыми мы работаем. На самом деле, у нас есть партнер, который помогает нам объяснить вот это все очень крупным корпорациям, корпорациям, как American Airlines, Ernst & Young. это одна из больших консалтинговых компаний, как вы знаете, конечно. Так вот, это одно направление. Сейчас мы делаем новую версию протокола, которая будет там супербыстрая, веселая и так далее. Мы работаем с криптоконференциями, как ты знаешь, организуем все отельные, все дела. Еще мы планируем сотрудничать с каворкингами, поскольку это практически тот же самый букинг, та же самая аренда, и это действительно серьезно упростит их жизнь, подобная система. Кроме того, как с технической стороны, мы планируем проводить хакатоны, поскольку сам протокол у нас достаточно универсален, на его основе можно делать не только системы букинга. И мы планируем проводить такие хакатоны, которые позволят раскрывать новые грани протокола. Например, создание системы тикетинга, банальной обычной электронной коммерции. Что угодно. Мы планируем привлекать новых разработчиков в экосистему и посмотрим, как это все будет развиваться дальше. Ребята, скажите в ближайшие какие-то конференции, ивенты по-крепте, где с вами можно встретиться, познакомиться, вдруг кто-то будет. Мы постараемся, то есть в Берлине, в Берлине будет конференция, как называется это? Добкон. Добкон, да. Я обязательно буду в богате. В богате, окей. Ну что ж, тогда я думаю, что достаточно уже поговорили, уже должно быть ясно тем, кто нас сейчас слушает, смотрит. Я считаю, проект крутой. Я надеюсь, буду бежать по очке о том, чтобы это стало каким-то первым крипто-юникорном, потому что нишевая отрасль, хорошая мысль, протокол, разработчики, идея, все рабочее, все есть. Так как у вас уже это MVP, я так понимаю, что уже прошли, уже были резервации, уже все подтверждено, у вас уже первые клиенты пошли, вот, это очень круто, вот, все ссылки на ваш лендинг, на ваш проект, если поделитесь презентацией, обязательно положу ссылку на вашу презентацию, если кто-то хочет более детально ознакомиться с вашим проектом. Ну, что, ребята, вам удачи, спасибо, что пришли на сегодняшний эфир, вот, я вот прям поговорим с вами, наконец-то мы говорили про Web3, про NFT, вот, про NFT, какой он может быть и какую он пользу несет, наконец-то это Меджи Пеги, наконец-то это не Панкен Дамп, и мы ни разу не упомянули слово OpenSea, да, еще больше радует. А можно потом эти отельные резервации продавать на OpenSea? Вот. Не, ну, я как бы так скажу, ну, не, я так скажу, что в любом случае, там, например, для какого-то отеля, да, там, возможно, там, ну, там, звезды, там, три-четыре звезды, возможно, они станут какими-то коллекционными, там, имеется в виду, там, как первые NFT, да, там, первые букинги, возможно, это будут коллекционные NFT, которые можно продать, если я, там, лукаю какой-то, там, президентский номер, да, я, единственное, кроме QR, там же подразумевается тоже какая-то, какой-то UI, в смысле, какая-то картинка, какой-то JPEG, то есть, естественно, гостиница может, например, заплатить, там, нанять битва, или, там, нанять Бэнкси, чтобы он нарисовал какой-то рисунок, опять сразу ушел в JPEG, но я про другое хотел сказать, это возможно, на самом деле, мы сделали это уже в Барселоне, у нас там была коллаборация с каким-то местным художником крутым, который там в барселонском этом стиле все делает, да, я про другое хотел сказать, на самом деле, то есть, ну, это была полушутка про OpenSea, но почему отель не может взять, допустим, им нужны деньги, они сделали, как, резервации, которые стартуют, берется, это называется room block, то есть, блок комнат, типа, 10 комнат на неделю или там на целый месяц, они заментили, продали на OpenSea, на аукционе, на каком-то, для того, чтобы, ну, поднять деньги вот в этот конкретный момент, как туристическое агентство, ты смотришь на это, ни хрена себе, я сейчас вот это все куплю, ну, то есть, это, ну, вот такой арбитраж, такой вот, это нормально, это нормальная вещь, и OpenSea, нет JPEG, вообще никак. А вот, а вот он завис. Не, вот, я вот, вот, о чем я хочу сказать, что, например, если бы в Париже, я вот сейчас недавно в Твиттере смотрел, что в Берлине подняли сцены на гостинице, то есть, там какие-то сейчас концерты идут, там еще что-то, в принципе, если, значит, гостиница выставляет свои номера, я так, в том же, например, там, теперь в Париже, например, да, я смотрю, что в Париже там будет концерт Мадонны, будет там финал, там, Лиги Чемпионов, там потом будет еще что-то, я понимаю, что будет ажиотаж, я же могу прийти на OpenSea, выкупить какую-то часть, значит, заработать, и брони, да, и поставить свою цену, то есть, отель уже, отель уже заработал в этот момент, да, отель уже все, он уже продал свой номер, а я, получается, этот посредник, пытаюсь ставить какой-то свои, там, пару центов, на том, что будет ажиотаж, номеров не будет, цены взлетят, и я могу на этом, я думаю, что, знаешь, мы сделаем этот протокол, и очень было бы круто увидеть вот других людей, которые придут и сделают вот такой вот UI для этого всего, потому что это происходит постоянно, там, мы смотрим в том же часике Барселоны, люди там, ребята, я хочу продать свой билет на конференцию, я не смогу приехать, если это NFT, супер просто сделать, представь себе, что, если это отельная резервация, которую ты получил на e-mail, как это сделать? Типа, переслать e-mail, не получается, да, вот, то есть таких юзкейсов, на самом деле, которые можно построить на основе этой платформы, как только мы открываем вот эти данные, с которыми люди могут начинать играться как-то, делать какие-то новые идеи, я даже не хочу себе представлять, что можно вот на основе такой открытой платформы сделать, у меня фантазии не хватает, и голова другим занята, да, то есть я хочу, чтобы, может быть, люди, которые слушают нас сейчас или смотрят, чтобы они подумали, ага, так, можно сделать вот так, вот так, вот так. А вот представь себе, что отель говорит тебе, что я предлагаю вам номер, в котором побывал Брэд Питт или другая какая-то звезда. Да. Как он может доказать это в современном мире? Каким образом, как он может это доказать без NFT? Что, будет показывать договор, там, отпечаток пальца? Или отпечаток на кровати или что-нибудь другого? А тут можно, то есть тут каждая комната будет иметь свою историю. Какие-то NFT публичные, они ассоциированы с публичными личностями, какие-то анонимные, вот. Но если кто-то тебе говорит, что это знаменитый номер, именно ты должен его, вот за эти деньги, ты должен его купить, они могут доказать, что он действительно знаменитый по истории тех токенов, которые были сменчены. Супер. Итак, тогда на этой оптимистической ноте, да, еще раз, ребята, спасибо, что пришли на эфир, что начали время, вот. Ну, надеюсь, встретимся где-то на каком-то ивенте, на какой-то конференции, и в дальнейшем, да, если все будет у всех хорошо, то могу выехать в Европу и воспользоваться вашим сервисом для Booking. Обязательно. Спасибо. Костя, спасибо. Надеемся, Алексей, что скоро, скоро все уже смогут выехать, так что посылаем Love, Peace, все остальное. Держитесь. Спасибо. Спасибо, Алексей. Спасибо.